Научный коммуникатор Мы начали путешествовать по регионам и ездим в основные такие крупные города, где есть центры науки. И, конечно же, федеральные университеты в городах становятся первыми претендентами выступить площадкой, а если еще проявляется заинтересованность с их стороны, то, конечно же, это потенциальное партнерство, и мы всегда рады приехать в гости. На лекциях слушатели узнали, как коммуникации могут воздействовать на репутацию и научную эффективность вузов. Гостем вечера стала и Санкт-Петербургский исследовательский университет ИТМО, который активно стремится сделать науку общедоступной. Университет ИТМО и Казанский федеральный совместно работают над проектами популяризации науки. Нам интересно вместе развивать научную коммуникацию в России, не сидеть в каком-то пузыре, делать это в собственном городе или в собственном университете, а делать это глобально, масштабно, на федеральном уровне. Мы пытаемся наладить диалог между разными аудиториями, то есть не только, допустим, обывателем и ученым, а, допустим, между ученым и бизнесом, между ученым и представителем власти, ученым и, может быть, ученым. То есть, на самом деле, научная коммуникация, она объединяет все возможные форматы. Научным коммуникатором, кстати, может стать каждый, кому интересна наука или журналистика, а главное верить, что наука – это модно. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.